Полуфинальные игры проходили два дня. По итогам первого финал попали сборные сельскохозяйственного техникума Якубанского аграрного университета. Мне понятно, что все понравилось. Какие-то технические недоработки, конечно, были. У всех команд от этого никто не застрахован. Техники именно. Ну а сегодня ждем. Команды долго репетировали, подчистили все выступления. Ну посмотрим, что будет. Второй полуфинал действительно прошел на достойном уровне. На это повлияли и подготовка, и состав команд. На сцене встретились сильные сборные. Это КВНчики из РГСУ, команда имени Баклажановой Семерки, известные анапские ребята Beach Boys и школьная сборная. Как обычно, первый конкурс – приветствие. Шуточную перестрелку открыла школьная сборная. Любители КВНа приободрились, но еще не отогрелись. Жару в зал впустила команда Iron Brew. Их юмор отличился музыкальностью. А некоторые миниатюры походили на сцены сериала. Например, зарисовка «Мексиканская полиция». Фаворитом публики, бесспорно, была команда рабочей молодежи Beach Boys. Каждая шутка вызывала приступы смеха. На дискотеке! Да, все стоять! Не дырятся! Ребята, я просто хочу пройти, чтобы никого не задеть, не облить. И такая вот летняя миниатюрка. Слышь ты, передай этому незнакомцу, таинственному, что может быть мы перейдем уже на следующий этап наших отношений? Или это, хотя бы бутерброд он мне может заказать? В конкурсе «Триатлон» члены жюри задавали КВНчикам вопросы, на которые нужно было остроумно ответить. Явные лидеры опять Beach Boys и сборная РГСУ Iron Brew. В этом конкурсе они показали не только свою веселость, но и нахочевость. В итоге в финал прошли именно эти две команды. А сам финал зрители увидят уже в конце марта. Анна Жигалова, Александр Кореневский, Анапа. Регион.